Гарик, многие знают, что ты работал на стройках коммунизма, и в Якутии, и в Москве строил, центр международной торговли Вот я помню история была с присланными с предприятий работниками дополнительными Была такая история Расскажи, там была про женщину прикольную Рассказывай про женщину, прикольную историю Была такая традиция, поскольку рабочих рук не хватало в советское время То людей собирали с разных проектных институтов, почтовых ящиков, где они нихера не делали, а только пили чай Они приходили к нам к 8 утра, мы их расставляли на рабочие места А вечером давали им справки в 5 часов, чтобы они спокойненько шли домой То есть они отработали целый рабочий день И вот однажды приходит ко мне такая толпа, человек, наверное, 40, женщин, все из почтовых ящиков И я их должен расставлять на рабочие места А ты прораб? А я тогда был прорабом, да Ну и одних поставил там подметать, вторых поставил подчищать Ну то и было чем заняться Да А тут, значит, потихонечку эта толпа стоит в углу и ждет, пока я всех расставляю Да Расставил я почти всех, подхожу, там еще группа стоит И одна девица такая шикарная Такая девица, прям модель Молодая, сколько лет-то? Ой, ну лет 20, год 22, ну не больше А тебе? А мне было тогда 25 Ой, то есть совсем сопливый был там Пацаны, конечно Так вот И я ей говорю, что у меня есть такая работа для вас Она говорит, я, говорит, не могу просто так работу взять Я привык на работу только лежа Я такой удивился, мол, ну хорошо, лежа, думаю Как же тебе, говорю, ну ладно, хорошо, постой пока здесь, я подожду Я сейчас поищу, а пока я других расставляю Да Пока я расставлял других, вспомнил, что есть работа, работать лежа Поднял я эту девицу на крышу Так А на крыше у нас стояли аэрационные фонари Да Это такие, ну, наверное, все знают, что это такое, да? Ну, неважно, фонари Это такие инженерные, типа, окон высоких, которые берут и свет, и воздух Ага И вот эти фонари, когда строили, они все были сделаны с такими металлическими бордюрами из листовой стали И когда люди покрывали, рабочие покрывали крышу гудроном Все вот эти листовые фартуки были покрыты такими гудроновскими лепешками Ну, естественно Правильно Расстояние от покрытия крыши камнем до этого самого листового фартука Да Составляло сантиметров пятьдесят И я говорю, думаю, раз ты не влезаешь работать лежа Да То я сказал, вот, пожалуйста, место Я поднял ее на крышу, эту девицу Да Показал место между крышей и листовым этим самым фартуком Дал ей две доски И говорю, ложись лежа Ты же лежа работаешь Да Ложись на эту доску Так И вертикально скреби эти фартуки Так Девица совершенно обалдела Так Легла на эту доску и смотрит на меня А я говорю, все отлично, я тебе поставил, все, теперь встречаемся после пяти И пошел Иду, минут пять проходит, думаю, блин, я же, думаю, потерял же Красавица лежит на доске Она же лежа работает Стоит Ну Ну я вернулся, говорю, слушай, давай так Мы договоримся, я дам тебе справку, а потом уже это самое Мы вместе поехали в Ленинград Она оказалась, работает замначальника бюро путешествий Бюро путешествий, тогда было в России, такая организация путешествий Я не помню, что я не помню Ну, неважно, да Спутник молодежного туризма Типа такого, да Кавсамольская В смысле, поехали в Сузель, поехали в Питер, поехали То есть задружились в итоге Задружились, да Ну вот это слово, я, говорит, только лежа работаю Да Я понял, только через час что-то такое Но она тебе не выговаривала потом? Нет, наоборот, она лежа отлично отработала Нет, нет, я говорю, она не говорила тебе, я, что она была потрясена, что ты на бедку положил Она сказала, что ты полный идиот, потому что как ты не сообразил А у меня настолько все это в голове перемешалось, столько женщин, столько работ Только-только-только получилось, что вот Мамочка моя